Свою рабочую поездку депутат Московской областной думы Владимир Жук начал с посещения третьей хирургии Видновской районной клинической больницы. После проведенного здесь капитального ремонта медицинское учреждение заработало в полном объеме. Небольшую экскурсию по обновленным помещениям провел заведующий отделением Василий Осокин. Малая перспективная операция с использованием лазера. Вот стоит все время лазер южнокорейский. Очень надежная машина. Уже лет 10 мы работаем. Работают бесперебольно. Сейчас в медучреждении работают 4 хирурга высшей категории. С начала года было проведено более 600 операций с применением новейших технологий. Я несколько лет назад был. Я помню, что там было. Конечно, после этого я еще был. Но сегодня мы посмотрели уже окончательный вариант, как выглядит на сегодняшний день. Конечно, это просто небо и земля. Сама хирургия очень востребована. В городском округе. И то, что сегодня есть, это, мне кажется, современное здание, современным оборудованием, полное наполнение. И оно нужно и востребовано жителями всего городского округа. Следующим пунктом визита стала Видновская взрослая поликлиника, которая недавно открылась для посещения после ремонта. Заместитель главного врача в РКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и заведующий медучреждением Тимур Асанов показали депутату новые УЗИ-аппараты и диагностическое оборудование. Буквально на днях мы получили в офтальмологические кабинеты две щелевые лампы, которых ждали очень давно. И во взрослой поликлинике давно устарело именно офтальмологическое оборудование. И вот вчера это оборудование дошло. Также для поликлиники приобретены два лор-комбайна, которые позволяют проводить эндоскопическую диагностику. Одно из преимуществ такого аппарата в том, что можно сразу увидеть рентгеновский снимок и поставить более точный диагноз. Взрослую поликлинику, конечно, тоже не узнать. Все сделано для людей. И светлое, и просторное стало. И все отделения, и врачи приемные. Причем заходишь к врачам, у них у каждого есть свой кабинет отдельно, но есть еще там, где проходят какие-то... Это и КГ, это и УЗИ, это и физиотерапия, это и дневной стационар. Гостям показали отделения медицинской профилактики и лучевой диагностики, которые располагаются на четвертом этаже здания. Там пациенты могут пройти как общую диспансеризацию, так и более углубленное обследование. Поступил спирометр для проведения спирометрии при проведении углубленной диспансеризации. Все перенесенные после перенесенного ковида должны пройти это обследование. На сегодняшний день мы ждем до поставки одноразовых мундштуков и начинаем, откроем мест записи, куда будем записывать наших пациентов и проводить тоже этот вид исследования. Также коснулись и особенно волнующее население темы – это замена грузового лифта. Ремонт практически на стадии завершения. Уже на следующей неделе будет техническая проверка, и если оборудование в норме, лифт будет запущен. Здесь постоянно смотрим, мониторим вместе с общественной палатой, с советом депутатов, с нашими общественниками, жителями активными. Здесь постоянно наполняется чем-то новым, прибывает оборудование, ремонт закончен, но не все работы еще завершены. Вот в данный момент идет монтаж лифта, мы сейчас посмотрели, грузовой заканчивают, в ближайшее время начнут и быстро завершат легковой лифт, он здесь всего один, поэтому все лифтовое оборудование будет современное и отвечать всем требованиям Минздрава. В завершении своей поездки Владимир Жук провел заседание штаба местных волонтеров. Депутат выслушал просьбы и предложения активистов и вручил столь необходимые сейчас медицинские маски. Думаю, что это пригодится. Когда закончится, привезем еще.